Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зиробой. Вот у меня снова появилось время и желание добраться до печи. Вынул тут кирпичи, вот этот подвязал туда вверх. В самый верх там проволока проходит. Вот в потолок, проковырял отверстие шилом таким длинным, пропустил проволоку и подцепил вот этот кирпич. Ну, он держит следующий кирпич, а те следующий и там дальше. Тут получается дымовая труба крест-накрест. И оно все это обвалилось. Вот, кстати, висит кирпич вот этот следующий. Ну, этот так чуть-чуть висит, а тот так вообще очень сильно. И вроде бы печь хорошо была сложена. Вот тут проволока пропущена. И тут тоже есть проволока. Приблизительно где-то 2 миллиметра. Плюс-минус там какие-то десятые в какую-то сторону. Если бы там было так пропущено снизу, то вот этот ложный свод не обвалился. Попробую показать, что там внутри. Тут, в общем, тоже вот видно, ложный этот свод обвалился. А там свод натуральный. Я хотел добраться до того свода, чтобы его как-то заложить или еще что-то такое. Ну, похоже, что мне это будет сложно. В этой печи я применял... Там видно кирпичи упали. Я тут пытался подцепить этой проволокой, но не удержался этот кирпич. Он упал вниз. В этой печи я применял так называемый римский бетон. Там, на ложе, внизу, в самом-самом-самом низу. И думаю, что, скорее всего, придется и здесь такой же устроить. Теперь предстоит все это очистить. Убрать вот это все. Сажу поубирать. Тут, кстати, вот это отверстие для очистки вскрыло. Тут вот какое. Тут, наверное, не вскрывалось многие долгие годы. Слой такой огромезный. Интересно печь тем, что вот тут наружная получается такая вот проволока. Только она почему-то не высоко идет. И вот тут проходит слой. И эта печь имеет несколько каналов. Вот один канал. Тут вход и выход непонятно. И там сверху, там сверху идет вот такой канал. Вот где-то даже больше 20 сантиметров. Сантиметров 30 высотой. И в ширину почти кирпич. Ну так, чтобы свод можно было выложить вот там сверху. И выходит вот туда в дымовую трубу. Я его уже заложил, чтобы воздух туда теплый не улетал. Так что довольно сложная печь. И еще здесь такие маленькие кирпичи применяются в полтора ряда. Вот там видно на ребро. И здесь плашмя. Два ряда плашмя. Два ряда на ребро. Ну с этой стороны. С той стороны наоборот. Там на ребро. А тут плашмя. Ну и так далее. Но вниз. Это топ. Ну я их называю печные кирпичи. Кирпичики мироздания. Некоторые из них полопались. И частично свод из них состоит. С этих кирпичиков мироздания. Состоит свод. Вот нормальный кирпич. Вот эти. Они бывают такие розоватые и желтоватые. Двух типов. И скорее всего, что они огнеупорные. У них проблема основная, что они лопаются посередине. Так в принципе еще нормальные. Но лопаются посередине и все. И я думаю, что из-за этого обвалился свод. Вот там если присмотреться, то там нижняя часть сложена. Из таких же маленьких кирпичиков. Вот то есть топочная часть. Там где топка, там сложена из маленьких. Затем идет свод. Потом пустота какая-то. Я не знаю, что за пустота. И затем идет вот этот ложный свод. И те кирпичи, которые были вертикально. Сейчас уменьшу. Которые вертикально. Они почему-то без проволоки были. И туда они обвалились. Обвалились туда вниз. Обвалили тот свод. Упали, наверное, со всей силы. А там, в принципе, раствор уже раскрошился. И, в общем, все это начало падать. И таким образом тут все повыпадало. Так что если вы будете ремонтировать печь. Вот так вот сбоку начнете выбирать. То я первым делом пропущу проволоку. Сейчас покажу, какая у меня проволока. Где-то вот такая вот четверка. Или я не мерил. Тут от 3 до 4 миллиметров. В принципе. Отклепал, чтобы она была ровненькая. Вот тут вид наша торцевая сварка. И пропущу вот там под каждым рядом. Под каждым рядом пропущу, чтобы можно было на них уложить. Ну и плюс сделаю свод под этим ложным сводом. И тут тоже укреплю. Тут тоже пропущу вот так проволоку. Чтобы оно туда не обваливалось вниз. Самое главное. Просверлю. Возьму сверло по металлу. Надо брать самые убитые. Те, которые постарше. И стараться сверлить без перфорации. Без удара. Аккуратненько. Аккуратненько. Желательно в шов. Ну тут толщина. Диаметр сверла может быть небольшой. Надо просто посмотреть, какая там проволока. И чтобы она так входила легко. И там шовчик. То есть туда пропустить. Затем сделаю, наверное, из этого римского бетона. Вот там такое пространство. Запеченное пространство. Так что тут у меня еще куча работы. Тут трещины идут. В общем, весело. Вообще работы. Арсений Селезнил взрывой. Вот такая вот у меня печь. Проблема с печью. Боялся начать здесь что-то выбирать. Пока не подвешу. Но это оказалось не так сложно. Теперь предстоит работа. Подписывайтесь на канал. Смотрите обновления. Пока.